Я помню не точно, значит, память моя однопока. Но за час я был ночью порочен, и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. Девять месяцев это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, зрители, что плюнули-задунули, что вдруг мои родители начать меня задумали. В те времена огромные, теперь почти блинные. Когда срока огромные, приливы там и длинные. Их брали в ночь начать, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. К ходу, думушки, резвые ходу. Слово, строченьки, милое слово. Первый раз получил я свободу. По указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил. Отыгрался бы на подлеце. Но родился и в жену я, и выжил. Дом на первой мещанкой в конце. Там за сердцей, за стеночкой, за перегородочкой. Соседушка, соседушкой, уваловались водочкой. Где жили вровень громно так, система коридорная. На 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грелась белогречка. Здесь я допустима узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены, соседка. Не привыкла к ней пать понемногу. И плевал я здоровый трехлетка. На воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил. И как малая в роту подмога. Мой песок и дрявый пушик. И пила солнца с грим, луча на чердаке рассеяна. На Евдокин Кирилловича и Китю Малисеевну. Она ему как сыновья, за безвести пропавшие. Эх, титька, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие и я. И, значит, обрусевшие. Мои безвести павшие, твои безвинно седшие. Я ушел из зеленок и сонца. Поживал, не забыв, не заброшен. Не дразнили меня недоносок. Так как был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я. Плесных горю, че ж мы дрожим. Возвращались отцы наши братья. По домам по своим да чужим. У тёстины косточка с разводами да змеями. Да у попова ловчика говорят посуда. Ой, пока не удавили, уже дошло. Веселье до точки. Уже невесту дискали тайком. И я запел в рассветлые денечки. Когда служил на почте ямщиков. Потом у них была уха. И заливные потроха. Потом поймали жениха и долго били. Потом пошли плясать мы себе. Потом дрались к нему в лобе. И всё хорошее в себе то и стремились. А я встанал в углу болотной выпью. На бычать, а потом и подбочать. И думал я, с кем я завтра выпью. И всех, с которыми я пью сейчас. Наутро там всегда покой. И хлебный мяки за щекой. И мир в похмелье перепуй. Еды навалов. Никто не лавит в сердцах. Собачка мает в тезлах. И печка в синих изразцах. Из подвала. А у меня и в ясную погоду. Хмарь на душе, которая горит. Хлебаю я колоничную воду. Чиню гармошку. И жена горит. Валерска, а ты не помнишь, что перензут дожил? Какая-то странная эта самая. Пробой эти чёртвы. А? Ты любишь меня? Ну, конечно. Я очень любила. Это наша классская чёрная, да? Да. Чёрная, да? Ой, где был я вчера, не найду кочеве. Только помню, что стены с собой имею. Помню, кладка была, и подруга при ей. И целовал тебя на кухне, с собой ей. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, что будто голым скакал, будто песни орал. Отец говорил, уже не генерал, а потом рвал рубаху и бил себе в грудь. Говорил, будто все меня продали. И костям, говорят, не давал продыхнуть, всё донимал их двоими аккордами. А потом, кончил бить, потому что устал, начал лопал, крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервис, разваривший окно, брошу выбросил, в них-то никто мне не мог даже слово сказать. Но потом потихоньку оправили, навалились гурьбой, стали руки вязать. И в конце уже все позабавили, кто плевал мне в лицо, а кто воскулил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова верность мужу храня, ведь живем одного пожалела меня. И влетел я на кухне, разбитым линзом, делал вид, что пошел на победу. Нет, очень хорошо. Я была на лечении Булата, это было очень... ну, музей Чехова, ты знаешь, у нас музей Чехова на Садовом кольцове. Ну да, да. И был в детстве Булата, ну, очень для такого узкого какого-то, в общем, их дома, и все мы были. И Булат был в такой же и неспорной. Да. Он постоянно забывал все время. Он начинал, ему как-то хотелось быть другим, понимаешь? Ему хотелось быть писателем. У него хотелось быть... А, прям, грейм. Да. И поэтому было непонятно, в каком доказательстве, как-то танцор выступает. Нет, вы знаете, я сцена, ты знаешь, что делать. Меня для... Обратят во враг оборотами, на проезжий тракт. Ох, устал я, устал. А лошадок распряг, эй, живой кто-нибудь выходи, помоги. Никого только тень промелькнула в стенях. Костя, рвясь, пустил, заизузил груди. В дом заходишь-ка, все равно в кабак, а народишь-ка каждый третий враг. Воротя в скулу, кость не брошенный, а брата в углу и не перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню встанал, да гитару терзал. И припадочный малый, придурок и вор, мне тайковый спаскатерти нож. Показал, кто ответит мне, что стали жить у вас. Радущие леса, сверенность и швак, по душам заперти. Кто хозяином здесь напоил бы вином? А в ответ мне, видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем, траву кушаем, век нащавели. Кисли душами, обрыщавели, да еще вином. Много тешили, разоряли дом, дрались, вешались. И я коней заморил, от волков ускакал. Укажите мне край, где свезло от ломбак. Укажите мне место, какое искал, где поют они, стонут, Где пол не погад на таких домах. Не слыхали мы, долго жить по тьмах привыкали мы. И спокойно мы, следа шепоти под иконами, Черной копоти из мрада. Где косо висят от рота, я пошло чертя. Кнал, забросивши кнут, куда кони несли. Доглядели глаза, и где люди живут, и как люди живут. Сколько кануло, сколько склынуло, И чедало меня не докинуло. Значит, спел права, неумелая, Ну, очи черные, в кадр бед. Ну что, моя ласточка? Ну, Маринчик, я даже не знаю. Про что? Ну? А-а-а. Что ты говоришь? А где вы были? Да. Ну и больше ничего? Ну, в общем, что и что? Ну, твое мнение, пожалуйста. Можешь говорить. Пожалуйста. Я надеюсь, что все имена, которые ты назовешь, Можешь заговорить громко. Мишка, если бы я когда-нибудь помню тебя, Понятый видосплан вообще... Конечно, я Мария Антуанетта, как известно. Ты с ним не досталась. Жена похадения украли. Что? А куда ты? Что? Какая же сняла? Вдова как эта, да? Нет, мне интересно фамилия, которая не залькает. Потому что все, что уже можно, я назвала родную. Теперь ваша очередь, то есть мой отзыв. Хорошо. Кого ты имя еще имела в виду? А выкиньте, что он говорит. Да ничего, походу, что он с ума сошел, он же знает это. Ну, он миллионы раз говорит. Слышь-ка. Да, да. Нам назвал два телефонных лица, от которых мы... Это что ты сказал? Я тоже сними, пожалуйста, вычего. Нам тоже хочется. Я вас всех постоянно снимаю. Единственное, кто-нибудь наказывает, это я. Да, это я. Да, вы какие? Да, вы какие? Да, вы какие? А, вы молчите. Там у соседа пир горой, и гвоздь солидный налитой. Ну, а хозяйка хвост рукой идет к подвалам. Замок вырезает ключи, и вынимают с харчей. И стягой ладится в печи из-под дувала. А у меня плашные передряги. То в огороде недорог, то в скот падет. То печь щадит от нехорошей тяги. А то щеку на сторону ведет. Там у соседа мясо в щак. На всю деревню хруст хряща. И дочь невест вся в прыщах. Да зрелы, значит. Смотри, не стало быть у них. На сто рублей блинов от них. И даже тот сильнейший жених поет искать. А у меня цепные псы взбезились. Три ночи злая перешли на бой. Уют и ненакладно. А тут он баба на стосях. Гусей не кормленных косяк. Да дел даже не в гусях. А все неладно. Тут у меня. Постены появились. Я их гоню. И так и сяк они опять. Да в неудобном месте. Чири были. Пора пахать. А тут не сесть. Не встать. Сосед маленочек прислал. Он от щедрот меня позвал. Ну я, понятно, отказал. А он сначала должно литровую огрел. Ну и, конечно, подобрел. И я пошел. Да. Который контрабанду провозил. Греб вроде в густой шерсти. Толпа как хора махнет. За ноги надо подрести. Глядишь, оно и свягнет. И точно ниже живота. Смешно да не до смеха. Висели два литых креста. Но Христа распятого. В половине пятого. Не пустили военоса и редко. Мы все-таки мудреем. Год от года. Разпятье нам самим. И надо, и не надо. Дарите здесь и шития. Во глади без оклада. Из пыльных ящиков козять. Безропотно устало. Искусство древнее от нас. Бывало и всплывало. Доктор зуб высверлил. Хоть слезу мистерлил. Но таможенник вынул из дупла. Чуть потев лопатую. Мраморную сапою. Целенькую. Только без весла. Общупали заморского барыгу. Которой подозрительно прийти. Сатуи был лишен. Возят по неходку. И на поездку далеко, навек, бесповоротно. Угодники идут легко. Пророки неохотно. Реки льют, вот-то я. Весь я тут. Вот он я. Славы для таможни интерес. Крест. Правда, возле Щикова синий крестик выколот. Но я скажу, что есть красный крест. Один мулай игру запрятал в книге. Да, контрабанды я премесло. Я пальцы сжал в кармане в виде фиги. На всякий случай, чтобы пронесло. Креста. Обыщут и найдут в кармане фигу. Крест на ноге и кликнут в понедырь. Я крест зараповал, кляня судьбу себя все струбить. Но тут ступился за меня, ответственный по грубе. Сказал он тихо. Делово, такого не обшаришь. Мол, вы не трогайте его. Мол, кроме воски ничего. Проверим. Давай.